А я правильно понимаю, что в тот период Пугачёва ещё не была такой известной, она не была номер один? Или всё-таки она уже была звездой? И Эльдар Александрович добивался от неё, чтобы вот ушло какой-то такой эстрадный налёт, а была какая-то задушевность. Получилось? Да. А вы когда петь начали? Видите ли, Женя, мне придётся рассказать одну историю. Отлично. Да? Когда мне было 8 лет, а был Новый год, значит, вот мне 8 лет, я училась в третьем классе, кажется, в третьем. Это был 43-й год, а Новый год был на 44-й. Шла война, всё это происходило в Омской области, 100 километров от Омска, Борисовский зерносовоз, где я жила и там проучилась и окончила 10 классов. И там вот, когда я училась во втором классе, ну, вот я сейчас не помню, наверное, в третьем всё-таки, или 9 лет было мне, или 8, это я не помню. Так вот, тогда шли эти трофейные фильмы, которые посылала Америка. Второй фронт она не открыла, а посылала, для поднятия русского духа, она посылала вот такие смешные фильмы. Ну, и среди них был фильм «Серената Солнечной долины». И там была песенка главной героини «Мне декабрь, кажется, мая, и в снегу я вижу цветы. Отчего так в мае сердце замирает? Знаю я, знаешь ты». И я выучила эту песенку, так как этот фильм стреляла, наверное, 5 раз, может быть, больше, может быть, меньше. И на Новый год это было мое первое публичное выступление. Почему я пела или я, спросила ли меня, она, значит, это я не помню. На мне была война, ничего не было. Такие марлевая юбочка, я помню, но в один слой. И просвечивали голубые штанишки с начёсом. И мальчишки показывали пальцем, ну, вроде как я голая. Вот. И я спела эту песенку. А я хочу уточнить, это выступление было в школе на каком-то... На Новом году. Новый год. Но где этот Новый год был? В Борисовском зерносовходе, в школе. В школе, понятно. В школе, конечно. Но спела, были аплодисменты. И это было мое первое выступление на зрителей. Правда, первое выступление было раньше. Но это было, значит, второе. И после выступления, после этого концерта здесь стояла мама, здесь стояла моя учительница, потому что я училась или в третьем, или во втором классе, я сейчас не могу вспомнить. Кажется, всё-таки в третьем. Подошла Александра Григорьевна Брикер, которая была у нас завучем в школе, и стала их ругать, и маму, и эту. А я стояла в середине и смотрела то на маму, то на учительницу. И Александра Григорьевна была очень человеком резким. Она из Ленинграда была, эвакуированная. И она говорила, ну, типа, вы дуры. Вы, как вы могли позволить маленькой девочке петь про любовь? Ну, как вы могли позволить? У вас в мозгу ничего не было. И она говорила и говорила. Те краснели и молчали. Я смотрела то на ту, то на другую. И, конечно, ничего не сказала. Когда закончилась, значит, эта отповедь, я бы сказала, мы с мамой пошли домой. У меня поднялась температура. 39, не знаю, ровно или с чем-то. И три дня я проболела и перестала петь. Я больше никогда не пела. И только на первом уроке вокала, когда я пришла к Галине Петровне Рождественской, я к ней пришла и сказала, у меня нет ни слуха, ни голоса. Она засмеялась и сказала, таких людей нет, чтобы не было ни слуха, ни голоса. Она сделала гамму. Я подхватила. Через полтора месяца я пела у нее роман с Абитховеном. А когда мне Павлович Холмский дал роль мамаши Кураж, он сказал, Валя, надо петь зонги Брехта. Я говорю, Павлович, еще можно записать на плюс? Нет, вы будете петь вживую. Я что-то сказала. Нет, 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 будете петь вживую. Мне хотелось сыграть эту роль. И я пела вживую три романса. А вы получаете удовольствие, когда поете? Ну а как не получать удовольствие, когда ты поешь? Я вообще получаю удовольствие, когда слушаю, кто поет. Это дар, который дается человеку свыше. А кого вы слушаете сейчас? Всех. Ой, мне нравится Лепс. Мне нравится Панайотов. Я заслушиваюсь когда. Потому что, когда человек поет, ну, кто-то мне сказал, что голос – это звук души. И видно человека всего. Видно всего биографию. Это куда-то идет. Туда, наверх. Если хорошо поет.